МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости 24 на ННТ. В студии Махач Курбанов. Короткий анонс. В Хасавюрте во время контртеррористической операции погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Вышла в свет новая книга доточнимого шейха Саида Афанди Черкейского «Наставление молодому поколению». Чемпионом Дагестана по мини-футболу 2017 стала команда ЦИКОП, представляющая Шамильский район. Накануне в Хасавюрте во время контртеррористической операции погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были убиты двое предполагаемых боевиков. Как утверждает в Национальном антитеррористическом комитете, полицейские открыли огонь после того, как преступники отказались сдаться и начали стрелять. В ведомстве отмечают, что погибшие предположительно были причастны к нескольким преступлениям террористической направленности. На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва. В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из так называемой Хасавиртовской банды. В настоящее время проводится их опознание. Пострадавших среди гражданского населения нет. К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка. От полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников. В Махачкале угонщик внедорожника протаранил около 20 машин. Массовое ДТП произошло на проспекте Гамидова. Пресс-служба МВД Дагестана сообщает, что мужчина угнал автомашину с мойки и попытался уехать. По словам очевидцев, он угодил в небольшую пробку и, пытаясь скрыться с места происшествия, протаранил впереди стоящие машины и зацепил еще несколько дорогостоящих авто. Свои действия мужчина объясняет просто. Его пытались убить. Однако очевидцы полагают, что угонщик невменяем. Убили меня. Кто убил тебя? А что ты ударил машину? Ирак, потому что совершали. Ирак совершили. Собирали. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. В ходе допроса Артур Беркиханов начал сообщать несвязанную информацию. Машина ваша была? Не моя. Для чего взяли? Для уважения. Закона. Чтобы уважали каждого. Сколько машин зацепили? Очень много. А где работаете вы? ОВД, ФСБ. Всего в результате массового ДТП пострадало около 20 машин. В случае подтверждения информации угона или кражи транспортного средства злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до трех лет. Вот уже несколько лет с наступлением праздника Курбан-Байрам на окраине Махачкалы начинают функционировать места закалывания жертвенных животных. На данный момент в районе торгового дома Киргу полным ходом идет подготовка загонов и мест массового забоя жертвенных животных. В день Курбан-Байрам для жителей будут созданы все условия для удобного совершения обряда жертвоприношения. Как показывает практика, специально отведенные места для закалывания животных за чертой города способствуют сохранению столицы республики от загрязнения в священный праздник. Здесь будут созданы все условия для удобного проведения обряда жертвоприношения. На данный момент ведутся подготовительные работы. Сегодня здесь тихо, но через несколько дней это будет самым шумным местом в городе. Топы людей будут стекаться отсюда, чтобы совершить жертвоприношение в праздник Курбан-Байрам. Загоны уже установлены. В скором времени они заполнятся жертвенными животными. Проводится подготовка мест для забоя скота, комнат для совершения намаза, санитарных помещений и столовой. Также в день праздника здесь будут читать проповеди и исполняют нашиды. Организатор обещает праздничную атмосферу. Человек, приходя сюда, просто ему остается выбрать животное. И наши волонтеры, и студенты самских вузов, им помогут донести на тачках это животное место забоя. После того, как принесли в жертву это животное место обделки шкуры, дальше идет обделка мяса, дальше какая часть будет отдана в медресе для моталимов, какая часть мяса он будет забирать домой. Это уже его выбор. Здесь у нас приготовлены пакеты для того, чтобы забирать часть мяса себе домой. И вот это все у нас здесь организовано. При выборе жертвенного животного необходимо учитывать определенные критерии, которым оно должно соответствовать. На местах закалывания на протяжении всех праздничных дней будут находиться специально подготовленные люди, готовы проконсультировать вас по вопросам жертвоприношения. В первую очередь самое важное качество, чтобы животное было мясистым. И если овец, то годовалым. Если коза или крупный рогатый скот, чтобы он был двухгодовалым. В основном эти качества, чтобы не было животное слепым, чтобы не отсутствовало большинство зубов, чтобы оно не было слишком хромым, слишком больным, слишком худым. Обряды жертвоприношения послам организаторов проведут в соответствии с санитарными нормами и правилами. А отходы жертвенных животных будут сортироваться и фасоваться для дальнейшей утилизации. Для удобства населения будут установлены дорожные указатели к местам проведения религиозных обрядов. И предусмотрена автостоянка. Повышение квалификации учителей, совершенствование системы воспитательной работы, социальное партнерство школ и колледжей. Августовская конференция педагогических работников образовательных организаций прошла в Махачкале. Мероприятие постил мэр города Муса Мусаев, вице-премьер Дагестана Екатерина Толстикова, министр образования и науки Республики Шахабас Шахов. О приоритетных направлениях и проблемах развития системы обучения в сюжете моей коллеги Ларьяны Шамхалаевой. Учителя, завучи и директора образовательных учреждений города встретились, чтобы обсудить инновационную модель образования, ее качество и доступность, подвести итоги прошлых лет, обозначив целевые ориентиры на предстоящий учебный год согласно федеральным стандартам. Отмечая позитивные изменения, министр образования Шахабас Шахов указал и на проблемные стороны системы. Самое сложное для нас оказалось обеспечение 100% охвата детей дошкольным образованием. К сожалению, нам не удалось выйти на 100% уровень. Сегодня это составляет 84%. И большая надежда, что к этой работе подключится частный сектор. Сегодня в городе Махачкале уже функционирует 14 детских садов. И нам думается, что в этом направлении будем работать. Немаловажную роль в структуре образования имеют и трехсменное обучение. В Махачкале в три смены учатся школьники девяти школ, в Хасавюртовском районе двух, в Магарамкенском и Кумтаркалинском осталось по одной школе с трехсменным обучением. Связано это с миграцией жителей сел в города. Только за последние четыре года в Махачкалу Каспийский Хасавюр переехало 20 тысяч школьников. Второй год мы участвуем в программе создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях. В рамках этой программы мы сегодня сдаем Каспийские школы на 1224 месяца. И в конце года еще семь школ будут сданы. И на следующий год дали заявку на 17 школ. Обсуждая профильное обучение и предпрофильную подготовку, начальник управления образования столицы подчеркнул, что в Дагестане имеются практически все ресурсы для успешной реализации поставленных задач. В этом году в целом наши выпускники очень хорошо сдали единый государственный экзамен, поступили в лучшие вузы Российской Федерации. И, конечно же, как глава республики сказал, приоритет – это качество образования. В Кумыкском театре в рамках мероприятия состоялась также презентация колледжей, школ и лицеев города для особо одаренных детей. Почетные гости ознакомились с ресурсами экспериментальных творческих площадок, встретились с учителями-новаторами и побеседовались с отличниками учебы. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В Буйнакске введен в эксплуатацию народный мост, соединяющий два крупных района города, разделенных железнодорожным полотном. Назван он народным, потому что деньги на его ремонт были собраны инициативной группой горожан. Мост не ремонтировался примерно 10 лет. За это время он из двухполосного моста превратился в однополосный. В проезжей части имелись дыры, и мост был опасен для движения, как автомобилей, так и людей. Жители города, не дожидаясь действий власей, объявили сбор народных средств на ремонт моста. За относительно короткое время горожане сумели собрать миллион рублей и 27 мая начать ремонтные работы. Сбор средств, тем не менее, не заканчивался. Средства, как рассказывают горожане, поступали не только от жителей Буйнакска, но и из других частей Дагестана. Отправка паломников из Лучезарной Медины в Мекку завершается. На сегодняшний день переезд верующих осуществлен на 98%. Уже в автобусах руководители групп сообщают паломникам номера комнат. Заселение в гостиницах производится сразу по прибытии в священный город. После многочасового переезда в Мекку паломников размещают в гостиницах. На сегодняшний день компания предоставляет три уровня сервиса, чтобы максимально хадж стал доступен для всех слоев населения. Каждый уровень разнится в цене, и сервис по предоставлению услуг паломникам осуществляется, как и было запланировано. Во всех комнатах есть все условия, и были у нас, кстати, здесь небольшие проблемы именно в этой гостинице с кондиционерами, на что хозяева очень быстро отреагировали, приобрели новые кондиционеры и достаточно короткий срок это заменили. В первую очередь это было связано с этим, вот это неудобство было тем, что люди пришли, было в комнатах немного жарко, но вот это время, пока их меняли, это буквально где-то, скажем, в течение часа, все-таки это когда человек с переезда, уставший, естественно, на него это сказывается, у него есть какие-то претензии. Но в данный момент мы видим картину, что уже во всех комнатах уже прохладно, все разместились, здесь уже такой идет, можно сказать, быт, и люди уже ходят в мечеть, и в данный момент все хорошо. Организация хаджа – сложный процесс, и здесь необходима максимально слаженная работа всех служб хадж-фирм. Зачастую паломники сбиваются с курса группы, и на их поиски снаряжаются специальные силы. В зарубежной стране с таким количеством людей при ограниченности времени и средств хаджа – задача, подъемная лишь для профессионалов. Достаточно немало случаев, что люди теряются, но очень быстро их находят по бэджикам. То есть информация, которая есть в бэджиках, она идет в сеть, естественно, их кто-то находит, и она идет в сеть, оттуда мы запрашиваем с базы, с какого они рейса, и быстренько находим с ним связь, человек выезжает, находит его и привозит в ту гостиницу, где он находился. В среднем святые места Саудовской Аравии ежегодно посещают более 5 миллионов людей из всех уголков мира. Выполнение обрядов хаджа при непривычных климатических условиях сказывается на их здоровье. Поэтому здесь работает команда дагестанских врачей. В Мекке, как и в Медине, работают врачи. Если в Медине практически обращений не было, то в Мекке их в разы больше. Как уверяют врачи, проблем с оказанием помощи в медицинских пунктах нет. Пока, слава Аллаху, переломами и никаких с травмами бациентов не обращалось, все идет в штатном режиме. Каждый руководитель рейса фиксирует все тяжелобольных, если таковые имеются. У нас ведутся специальные журналы. Были два человека с сердечной патологией, которые уже приехали из Дагестана. Мы за ними следим. Ежедневно делаются обходы. Все спокойно. Уже в среду дагестанские паломники, как и, впрочем, паломники из других стран, будут отъезжать к святым местам, а именно в долину Мина и горе Арафат, для выполнения одного из основных столпов хаджа. Адикат Магомедова, хаджа Мурад Магаев. Специально для новостей. Мекка. Вышла в свет новая книга досточтимого шейха Саида Афанди Черкейского «Наставление молодому поколению». В селе Дылым Казбековского района состоялась торжественная презентация духовно-нравственной книги. В мероприятии приняли участие ученые-богословы, представители власти и общественных организаций республики. Открытие началось с чтения аятов Священного Корана. Далее присутствующим показали видеоролики о биографии Саида Афанди. Все выступавшие отметили актуальность этого издания для современной молодежи и выразили восхищение тем материалом, который использовал автор этого труда. Наш муфтий, шейх Ахмад Афанни Буддиси Сируху, вот Мавлид месяц, Раби Аль-Аваль, когда собирал нас, имамов, городов, районных имамов, всех имамов, когда собирал, нам муфтий насихат делал из этой книги. Он говорит, я его до конца еще не прочел, но до того места, к которому я дошел, я сделал заметки и вам расскажу. Ученые призвали молодежь прочитать эту книгу, так как в ней очень тонко и глубоко описаны каноны религии. В особенности вопросы вероубеждения. Презентация завершилась общей мольбой за благополучие Дагестана. Дети-сироты готовятся пойти в первый класс. В Махачкале прошла благотворительная акция «Скоро в школу», организованная общественным движением «Дагестан без сирот». Для детей устроили увлекательный праздник с различными играми и танцами, а также подарили каждому ребенку школьный инвентарь. Подробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. Около 30 детей, у которых умерли оба родители или есть только один родитель, приехали из разных городов и районов республики. Сегодня для них устроили настоящий праздник с участием веселых аниматоров. Наша задача не для того, чтобы показать, что мы какую-то работу делаем. Аллах видит то, что мы делаем, и тот ребенок, который получает. Наша задача, что есть такие дети, не только в детских домах, а в семьях, у которых умерли родители, чтобы они видели их. Чтобы каждый взрослый, состоятельный человек взял на себя одну семью и сопровождал ребенка до тех пор, пока он встанет на ног самостоятельно. Автоматные игры, батут, лабиринты и другие развлечения сегодня для ребят абсолютно бесплатны. Вкусным обедом с разнообразными блюдами детей угостила администрация развлекательного центра «Солнышко». Поддержать сирот приехали представители различных министерств и ведомств республики, а также спонсоры, которые решили остаться анонимными. 1 сентября вот эти дети, которые оказались в тяжелой, трудной ситуации, которые потеряли отца и мать, мы такое не желаем никому, идут первый раз в школу. Мы вот захотелось приехать, поддержать, помочь. Портфель, набор первоклассника и школьную одежду получил каждый ребенок. А мягкие игрушки получили те дети, которые отгадали загадки в ходе викторина. Ежегодная акция «Скоро в школу» проходит уже седьмой раз. Мы играем кошки-мышки, потом мы тянули, потом в закатку играли и подарки получили. Потом мы там пошли и игрались. Очень хорошо помогают. Спасибо даже за то, что вот такое мероприятие проводили. Это очень приятно, даже очень счастливые дети. От них тоже спасибо. Очень благодарю, очень довольны мы за такую поддержку. Еще раз спасибо хочу сказать им за то, что даже вспомнили. Мы даже не думали, что такое мероприятие будет. Даже не ожидали. Мы уже рады сейчас, очень рады, что у нас поддержка есть такой государство и республика нашего Тагестана. Очень большое спасибо спонсорам, чтобы у них бизнес процветал еще сто раз. С каждым годом количество ребят в детских домах уменьшается. На сегодняшний день в республике функционируют всего два приюта. Однако остаются дети, чьи родители волей и судеб покинули этот мир. Именно такие дети особенно остро нуждаются в нашей помощи и поддержке. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Чемпионом Дагестана по мини-футболу 2017 стала команда ЦИКОП, представляющая Шамильский район. Обладатель почетного кубка победителя определился в заключительном туре состязаниями. Трофеи в очном противостоянии разыграли не имевшие до этого ни единого поражения в турнире ЦИКОП и ЛАКИЕ. Своего основного соперника футболисты Шамильского района обыграли с разгромным счетом 9-2. В итоге ЦИКОП набрал максимальное количество очков 27. ЛАКИЕ с 24 очками на втором месте. Бронзовые медали соревнований достались игрокам столичного капитал-инвеста. По итогам чемпионата были определены лучшие футболисты в различных номинациях. Так, самым полезным игроком признан капитан победителей Мурат Хайбулаев. Чемпионат Дагестана стал отборочным этапом для формирования сборной республики для участия в фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет в конце сентября во Владикавказе. Очень жесткая, очень упорная, очень спортивная, очень в такой спортивной борьбе проходим матч. Также есть такие инциденты, которые спорные. Ребята очень переживают, очень стараются. Все хотят участвовать в финале, и чтобы участвовали они на Кавказских играх. Поэтому борьба, я считаю, очень обостренная. На этом у нас все. И напоследок курс валюты на завтра. Доллар 58 рублей 53 копейки и евро 70 рублей 43 копейки. Оставайтесь на нашем канале. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова